Я приветствую всех, кто смотрит новый выпуск программы «Универ Ньюз». О том, чем живет Казанский федеральный университет, расскажу вам я, Кристина Зеединова. В КФУ торжественно наградили победителей и лауреатов ежегодного конкурса «Студент года-2017». Кто теперь контролирует побочный эффект медицинских препаратов? Действительно ли в КФУ обитают призраки? В Москве проходит заседание рабочей группы по организации и контролю за исполнением плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Участие мероприятий принимает ректор КФУ Ильшат Гафуров. 18 декабря проректорский корпус КФУ пополнился новым членом. В должность вступил доктор технических наук профессор Дмитрий Пашин, в чьи обязанности войдет курирование инновационной деятельности университета и выведение разработок ученых на реальный рынок. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете наградили лучших студентов. Состоялась церемония награждения конкурса «Студент года КФУ». Кто завоевал главную награду, ты узнаешь в сюжете Артема Тупичкина. Конкурс «Студент года КФУ» проводился уже 12 раз. 18 декабря в Императорском зале КФУ состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса. Открывал церемонию награждения ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Награды на конкурсе выдавались по блокам «Социальная активность», «Социальная деятельность», «Спортивное направление», «Творческое направление», «Интеллектуально-научное направление», «Общественная деятельность», а также по номинации «Лучший преподаватель-воспитатель». Главной номинацией был Гран-при «Студент года-2017». В каждом из блоков было несколько номинаций. В блоке «Социальная активность» в номинации «Лучшее информационное освещение» победителем стал руководитель молодежного отдела телеканала «Универ-ТВ» Роман Полинсков. Вот эта победа, которая сейчас у меня в руках, вот этот диплом, это не одному мне такая заслуга, это заслуга всему нашему отделу, молодежному отделу, руководителем которого я являюсь, ибо без них, без этих ребят мы бы не смогли вообще вывезти ничего. Финалистами в главной номинации Гран-при «Студент года» стали те студенты, кто отличился своей активностью в разных сферах деятельности. Победу разделили Руфат Киямов и Мария Крюкова. Руфат Киямов, вот мы с ним вместе реализуем молодежную политику как в Казанском федеральном университете, так и в Республике Татарстан в целом. Это победа, это победа моего института управления экономикой и финансов, это также общественная организация Академии творческой молодежи, которая помогает нам реализовывать такие важные проекты. Каждый из победителей является гордостью своего института и всего Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюс. Почему наступает ночь, если выключишь свет? Почему одуванчик желтый? Почему небо голубое? Маленьких почемучек интересует все. Ответы на все вопросы знает в детском университете Елабужского института КФУ. Предновогоднее занятие детского университета собрало сотни мальчишек и девчонок. В Елабужском институте КФУ маленькие студенты узнали, что полярная звезда не двигается, а небесное тело носит имена греческих богов. Для ребят прошло увлекательное занятие по психологии, где они попробовали себя в роли телекорреспондентов. Нам рассказывали про методы психологии, то есть методы заполнения анкет, беседа или же даже интервью. Сегодня на практических занятиях я попробовала себя в интервью. Мне это очень понравилось. Как вырастить маленького гения с помощью ментальной арифметики родителям и детям рассказала кандидат педагогических наук доцент Айгуль Ганеева. В преддверии праздника студенты детского университета получили небольшие сладкие подарки, а на мастер-классе смастерили новогодних снеговиков. Следующее занятие детского университета состоится в новом 2018 году. Для маленьких студентов подготовлено много интересных лекций, занимательных мастер-классов и приятных сюрпризов. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, Универньюз. Разработанный учеными и медиками КФУ метод позволяет контролировать побочный эффект действия лекарств. Как им это удалось, выяснила Аделя Шамилова. Очередное исследование медиков и биологов КФУ вот-вот откроет новейшую страницу в истории медицины. Ведь до недавнего времени в нашей стране не практиковали лабораторную оценку энергетического статуса клеток в классической медицине. Такие методы хорошо известны в молекулярной и клеточной биологии, но только не находили свое применение в клинической практике. Теперь все изменится. Биолог иммунологической лаборатории Гульзада Тарасова не первый год разрабатывает новые лабораторные тесты оценки биоэнергетического статуса клеток и метахондриально адресованных лекарственных веществ. Благодаря данной разработке Гульзада одержала победу в конкурсе 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. То есть мы изучаем, грубо говоря, метахондрии. Метахондрии – это вообще один из важнейших элементов клетки, играющий ключевую роль в жизни самой клетки. Работает Гульзада с целой группой исследователей. Пообщавшись с одним из них, нам удалось выяснить, с какой проблемой столкнулись ученые. Основная проблема, которая стоит перед трансляционной медициной, это найти методические, достаточно простые эквиваленты фундаментальных методов исследования с тем, чтобы их можно было сравнительно легко применить в рутинной лабораторной медицинской работе. Работа проекта проходит с цельной кровью. Благодаря такой работе исчезает необходимость в достаточно трудоемких методах извлечения клеточных популяций из крови. Разработанный нами метод оценки биомертического статуса клеток позволит выявлять и позволит развить персонифицированную медицину и проводить мониторинг больных нейродегенеративными заболеваниями. Над работой ученые трудятся три года. Исследование уже принесло первые результаты. Так что можно не сомневаться у проекта по формированию оценки биоэнергетического статуса клеток и митохондриально адресованных лекарственных веществ в большое будущее. В ожидании Нового года многие из нас начинают верить в волшебство и мистику. Еще бы, вокруг нас много необъяснимых вещей, а территория Альма-Матер не исключение. На встречу со сверхъестественным вышла и наша съемочная группа. Нет, смотря на то, что университет является колыбелью наук, здесь всегда найдется место для легенд и необычных явлений. Рассуждая на эту тему, мы составили гид по корпусам КФУ, где реальность встречается со сверхъестественным. В этом трехэтажном здании до середины 20 века была университетская клиника. Здесь даже располагалась часовня, в которой успокаивали больных и отпевали умерших. В подвале, где располагается типография, работал морг. В годы Великой Отечественной клинику переформатировали в военный госпиталь. Здесь умирали сотни бойцов. Когда вот случается, что ты совершенно последним, в полной темноте, когда уже все выключено, покидаешь это здание, то ощущение, что кто-то находится на самом верху, наблюдая. Кто это может проверить? Никто. Так же, как никто не может опровергнуть. Буквально недавно в ЦИТе проходил ремонт. И в связи с этим зародилась страшилка, что во время ремонтных работ нечто аномальное покинуло свой дом. Не менее интересная история еще, наверное, вот этой часовеньки, которая рядом располагается, где раньше находился тоже морг. Сказано, сделано. Сейчас мы держим путь в хозяйственный корпус КФУ. Попробуем разобраться, какие тайны хранит в себе это загадочное здание. Вот мы говорим, что на самом деле здесь были захоронения, плюс ко всему. Кого захоронения, мы не знаем. Это надо как раз-то исследовать, археологи должны работать. Но вот именно когда делали кабель высоковольтный, под уходящий сюда, наткнулись на эти захоронения. Мистических мест КФУ еще много, наверное, все дело в многовековой истории Альма-Матор. Старые величественные здания всегда заставляют вспомнить о тех, кто в них учился и работал, ощутить с ними неуловимую связь. Как нам удалось выяснить старинной часовни, где сейчас расположен хозяйственный корпус КФУ, загадочное нечто не проявляет себя, в отличие от ЦИТа или Анатомического музея университета, с которым связано немало страшилок. Какие необычные явления привлекли внимание студентов и сотрудников КФУ в музее со специфическими экспонатами и как это объясняет эксперт научно-исследовательской организации по исследованию аномальных явлений «Космопоиск», мы расскажем в наших ближайших выпусках. Адель Шамилова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом наш выпуск подходит к концу. С тобой была Кристина Зеединова и до новых встреч!